Учат детей тому, что такое мышка, хотя, наверное, использовать вообще компьютер они умеют получше, чем многие преподаватели. Идея алгоритмики пришла через собственную боль. Мы живем с вами в очень интересную и сложную эпоху, где очень все быстро меняется. И всякие уважаемые издания международные говорят о том, что каждому придется поменять профессию два, три, четыре раза в год. Я хотел сделать проект, который поможет людям получать профессии, которые действительно будут востребованы, и научиться жить в ту эпоху, в которой нам постоянно надо меняться, постоянно надо учиться. Мы с детьми разрабатываем компьютерные игры, и придумать свою компьютерную игру — это про развитие навыка креативного мышления, что точно поможет человеку в любой профессии, даже если он программистом не станет. Логическое мышление, критическое мышление — это основа программирования, основа алгоритмов, алгоритмики. И, конечно, мы тоже развиваем это в наших образовательных курсах. Когда мы три года назад начинали алгоритмику, все были полны задора изменить мир. Вообще полны немножко до сих пор, но иногда ты сталкиваешься с реальностью, которая немножко другая. Ты-то знаешь, что твой продукт крутой, над ним работают крутые методисты, а рынок может об этом не знать. И одно дело — рассказать родителям, до которых мы можем быстро дотянуться, и они очень хотят с нами разговаривать. А другое дело — попробовать зайти в школы и договориться со школами, министерствами образования. И это оказалось не так просто. Первые двери, которые открылись, — это несколько регионов, дали возможность проводить мастер-классы в школах. Помимо этого, Центры дополнительного образования, с которыми мы до этого не могли договориться о том, что мы совместно проализуем какие-то программы для детей, сказали, о, раз вас поддерживают ОСИ, значит, вы, наверное, хорошие ребята, и двери там открылись. Я помню, как мы начинали алгоритмику. И мне было очень страшно. Страшно, что я взялся, а не получится. Страшно, что я брошу крутую работу, и потом, куда я вернусь. Страшно, а сможем ли мы действительно научить. Но невозможно сделать что-то вдохновляющее без того, чтобы не выйти из зоны комфорта. Мне кажется, что практически любые препятствия в мире можно преодолеть. И поэтому всем начинающим предпринимателям хочется пожелать верить, пробовать. Очень важно учиться на ошибках, ошибаться, вставать, пробовать еще раз, и у вас обязательно получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok